В текстах по йоге говорится о том, что хатха-йога это йога солнца и луны и о том, что нужно поменять местами солнце и луну. Что Вы можете об этом рассказать? Да, одна из трактовок хатха-йога это йога в солнце и луны. Второе это йога с усилием, еще один перевод хатха. Смена солнца и луны это из той же области как и ультасатхана, то есть когда мы делаем все наоборот. Как это можно объяснить? Вы стараетесь, допустим, быть осознанными в состоянии сна. Пытаетесь контролировать свои векальпы, мысли. То есть если к Вам приходит во сне, допустим, видение моря, то Вы представляете, скажем, огонь, вулкан. Если Вы видите, допустим, вулкан, Вы представляете обратно там океан, воду или воздух. То есть Вы как бы одну форму векальпы вытесняете как бы ее противоположностью. То есть если у Вас какая-то есть склонность к наслаждениям, то Вы практикуете аскезы. И если Вы как бы перестарались в каких-то аскезах, то Вы практикуете ту йогу, которая связана с пхогой, с наслаждением, но Вы как бы ее сакрализируете. То есть Вы посредством почитания шакти учитесь контролировать свои мирские тенденции. То есть Солнце и Луна это фактически символ двух крайностей. Есть еще такая трактовка, что в нашем теле находятся два тока энергии. В теплой энергии, холодной энергии. Ха и Тха. Солнечная и Луна. Посредством Нади Шотханы, посредством регуляции дыхания, Вы балансируете эти два потока энергии. Балансируете нижнюю энергию, верхнюю энергию, правую и левую. Таким образом Вы как бы тело сохраняете в целостности. То есть в теле нет раздрая такого. И таким образом Вы как бы сохраняете форму тела. То есть это тело не становится дряхлым. Вы можете делать какие-то асаны, такие очень термоядерные. Но тело от этого может стать дряхлым. То есть если Вы не понимаете, для чего Вы это делаете. И многие йога-тичеры, если за ними понаблюдать. Особенно которые пытаются из своей гибкости сделать какое-то публичное шоу. То есть они разрушают свои тела. Фактически свою энергетическую систему. Если на них посмотреть, они все разбитые. То есть они такие могут быть худые. Могут быть какие-то смещения в позвонках. Тело такое все разболтанное. И сознание у них такое гибкое. Вот это неправильная хатха-йога, я считаю. Не только я. Это то, как мне объясняли мои учителя. Что хатха-йога приводит к равновесию, а не к дисбалансу. Должен быть баланс жизненной энергии и энергии сознания. То есть тело должно быть приведено в такое состояние, чтобы вообще не чувствовали в нем никаких зажатостей, никаких блоков. То есть тело должно быть легким, расслабленным. Какого-таки вообще его у Вас нет. Точно так же и сознание. Сознание должно быть пустотным. В сознании не должны быть какие-то блоки. Так, просьба с заядлым практиком фитнеса, который больше фитнеса ничего не видит, это все не слушать. Блоки в сознании, то есть, да, есть блоки в сознании. Они связаны с блоками в теле. Вот. То есть, когда все аспекты нашего сознания интегрированы и все аспекты тела интегрированы, потом они, вот эти два, две эти категории сливаются в одной, то есть это является настоящей йогой. То, на что мы ориентируемся все. Вот. Не обязательно это должны быть какие-то асаны, какие-то очистительные техники. Да, они помогают, они нужны, но нужно смотреть в какой мере. То есть, в целом, когда вы регулируете свой стиль жизни, стараясь отстраниться от крайностей, это называется хатха-йога. Вот. То есть, хатха-йога, оно подразумевает усилие, подразумевает опасию. Вот. Так что, да, как бы противоречий здесь нет. Йога силы и йога хатха. Вот. Моя богата. Дождя прямо, спасибо. Продолжение следует...